Здравствуйте! В эфире программа «Город сегодня». Зима продолжается, но это не причина горевать. Многие горожане считают, что это самое лучшее время года у нас, самое благодатное. Прогулки на свежем воздухе не менее полезны, чем и в другие сезоны, а занятия спортом и зимой разнообразны. К удовольствию октябинцев, которым нравится кататься на коньках, в городе работает несколько подготовленных площадок и пользуются, надо сказать, большой популярностью. Один из самых больших общедоступных катков открыли этой зимой в Центральном парке имени Первого президента. Работает он ежедневно, но по большей части конькобежцы-любители собираются в выходные дни. Руководство парка решило совместить приятное с полезным. Накануне открытия универсиады в Алматы у нас, как и по всему Казахстану, проходят акции в поддержку спортсменов. Независимо от уровня своей подготовки, любой желающий может попробовать, каково оно – бегать на лыжах или кататься на коньках. Работники Центрального парка каждое воскресенье устраивают викторины и эстафеты для посетителей своего катка. Вопросы несложные, но благодаря им ребята больше узнают информацию о том, когда будет проходить универсиада, где и по каким видам спорта. За верные ответы можно получить приятные призы, так как и за победу в эстафете. Оказывается, самое сложное – пробежать дистанцию не одному, а взявшись за руки по трое, четверо и всей командой. В это воскресенье удача улыбнулась ученикам 37-й школы. Ну а те, кто пока не научился уверенно держаться на коньках, могут воспользоваться горками и проехать сколько угодно раз на ледянках. Хоть по одному, хоть всей семьей. Рассказать о том, как организован зимний отдых в парке первого президента, мы попросили его директора. У нас в студии Боржан Алдияра. Здравствуйте, Боржан Шамдеулетович. Итак, расскажите, пожалуйста, как вы решили поддержать универсиаду и какие акции проходят у вас? Ну, в рамках программы занятости и обеспечения доступа молодежи мы решили в этом году залить каток. Не только один, но и два. Значит, один в районе флокштока, он диаметром где-то 150 метров. И квадратный небольшой каток, где мы обустроили теплые раздевалки, кафе. Имеется также теплый туалет. И в настоящее время, каждые выходные мы проводим конкурсы, посвященные спортивным мероприятиям, конкурсы с вручением призов, подарков участникам, всех победителям в преддверии нашей универсиады. Потому что универсиады – это, наверное, самое интересное событие этой зимы, важное. И все конкурсы, они связаны с универсиадой. Там есть вопросы, загадки, все вот эти мероприятия. То есть у вас есть методисты, которые разработали систему вопросов? Да, методисты. Специально занимаются этим вопросом три человека. Значит, музыкальное оформление, все эти конкурсы, призы. Ну, я заметила, что в основном школьники принимают участие. То есть, наверное, это в целях того, чтобы они лучше знали об универсиаде. Да, я хотел бы сказать, что наши школьники показывают очень хорошие знания по универсиаде, по спортивным мероприятиям, которые будут проводиться. Также знают наших казахстанских спортсменов, которые будут участвовать в конкурсе в универсиаде. В этом году впервые каток работает в таком масштабе? Да, в этом году. Вообще, с момента действия парка, это первый каток такой вот, был грандиозный, большой. В плане его даже содержания самого, значит, мы ежедневно, каждую ночь, каждое утро осуществляем заливку его, шлифовку так называемую. А какие самые большие были трудности? Почему вот в этом году первый раз такой каток появился? Ну, трудностей, как таковых, не было. Все зависело от погоды. Мы даже очень поздно его, может быть, и открыли, где-то в середине ноября, может. Если бы было время, можно было бы и пораньше, конечно. Все связано с погодными условиями. Ну, тем не менее, еще зима впереди довольно длинная, скорее всего, до середины марта, как минимум. Да, на это мы и рассчитываем, чтобы, значит, горожане могли у нас отдохнуть. Кроме этого, также у нас есть там лыжные площадки. Да, вот, кстати, о тех, кто, может быть, не коньки, а лыжи больше любит. Да, вот мы приглашаем всех миражан также. Есть у нас лыжи. Мы пробили вместе с городским отделом спорта лыжню. Там у нас за катком есть лыжня. Если по кругу, где-то километров пять можно ездить. Ну, многие приезжают на машинах, и, наверное, вот вопрос, а где парковка? То есть, может быть, от Меги идти слишком далеко? Ну, в районе съезд со стороны газеты Жубанова, в сторону парка, там мы организовали парковку. Вот летом прям планировали ее, сделали освещение ночное. Парковка освещается. Также установили там охрану. Так что можно оттуда заезжать. И где-то метров пятьдесят, шестьдесят надо будет пройти пешочком. Ну, это уже не такое большое расстояние. А вечером вообще в парке можно кататься на коньках? Обязательно. Значит, наш, так мы его называем, коробка, квадратный каток, он у нас работает до одиннадцати, а вокруг флагштока, может, до двух часов. Семейный отдых, конечно, сейчас очень разнообразный. Люди ищут какие-то площадки, места. Вот у вас парк, в общем-то, для семьи рассчитан, да? Да, у нас парк рассчитан не только для семьи, но и для всех горожан в целом. Значит, мы в этом году буквально в кратчайшие сроки установили пандусы для лиц с ограниченными возможностями, чтобы они могли въезжать в территорию парка, осуществлять выезд с него. Также мы на центральной сцене установили механические пандусы, также для лиц с ограниченными возможностями. Вот в марте месяце на «Наврыс» хотим, чтобы они могли принять участие в наших концертах. Ну и, само собой, звуковое оборудование тоже для концертов есть, да, и для площадок? Да, также мы вот открыли звукозаписывающую студию. Практически новогодняя программа, которая осуществлял парк в протяжении полутора-двух часов, мы записали в своей звукозаписывающей студии. Сейчас много школьников, которые приходят и записывают свои песни. Вы работаете со школами напрямую? Вы приглашаете их на мероприятия? Нет, они находятся сами. Ну и также мы их приглашаем через соцсети. И напрямую возможность тоже есть. У вас есть какие-то аккаунты в социальных сетях именно вашего парка? Или вы через отдельную туру чаще работаете? В феврале месяце, мы вот 20 февраля планируем запустить свой сайт Центрального парка имени первого президента. И там установим, значит, схему расположения парка. Все игровые аттракционы будут все размещены. То есть человек может зайти в парк и практически по интернету, в телефоне узнать все. Что именно сейчас, когда и во сколько. Большое спасибо, Боржан Шандеулетович. Я думаю, что люди уже давно приходят в парк. Они ищут там места для отдыха, семейного отдыха или какого-то там для компании, для коллег. И пожелаем вам удачи, успеха в организации дальнейшего отдыха к тюбинцам. Спасибо вам. В этом году, чтобы отдохнуть с семьей на природе, не обязательно ехать за город. Санки, лыжи, коньки найдут применение и в самом городе. Главное – знать места и собраться силами, чтобы оторваться от дивана. Желаем вам спортивных успехов. Поддержим не только рекорды универсиады, но и свои, пусть небольшие, семейные достижения. Пишите нам, сообщайте о событиях, которые вас волнуют, радуют или тревожат. Мы всегда на связи. Сайт река-тв.кз или группа «Город сегодня» в Фейсбуке. С вами была Марина Васильева. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова